Всем привет, друзья, на связи МК. RTX 3080 появилась в продаже на бумаге месяц назад, не рефы в начале октября. У меня эта карта уже 2 недели, у Asus было всего 3 сэмпла, одна ушла в Pro-Хайтек, другая Бригману, ну и третья мне. Реальная цена этой карты, а не та, что требует перекупы, 87 тысяч рублей. Но дело в том, что даже мажоры не могут ее сейчас себе купить, потому что на рынке вообще нет RTX 3080. И глава Nvidia сказал, что дефицит продлится до конца этого года. Поэтому я не торопился с выходом обзора, а решил заморочиться и сделать что-то интересное. Кто виноват в этом дефиците? Глава Nvidia считает, что виной всему бешеный спрос, и Самсунги со своими необкатанными 8 нанометрами тут ни при чем. Хотя недавно прошла инфа, что Nvidia будет закупать у TSMC чипы с 2021 года. Другие считают, что это контролируемый дефицит, Nvidia нужно допродать 2000 линейку. Ну, либо зеленые ждут выхода BigNavi. Я точного ответа не знаю, возможно знаете вы, напишите об этом в комментариях. Но раз, друзья, вам эту карту пока не купить по разным причинам, предлагаю узнать ее реальное преимущество над флагманами предыдущих поколений, а также посмотреть, как я над ней издеваюсь. Мучить сегодня будем RTX 3080 от Asus TUF Gaming OC. А тем, кто будет смотреть этот ролик внимательно, я подарю вот эту механическую клавиатуру TUF Gaming K3. Полностью из алюминия, с магнитной подставкой, RGB подсветкой, весит почти 900 грамм на красных свечах, но это еще не все. У меня еще мышка TUF Gaming M3 и гарнитура TUF Gaming H3. Вот эти все три приза мы разыграем, но для начала нужно поставить лайк на это видео, это первое условие. Второе ищите в ролике. Также в описании будет ссылка на сайт Asus, где по промокоду мойкомпьютер вы получите 10% скидки на абсолютно весь ассортимент, поэтому переходите, может быть найдете что-то интересное для себя. В этом видео я не только расскажу про новинку, но и плотно ее сравню с флагманами предыдущих поколений, RTX 2080 Ti и GTX 1080 Ti в 4К в играх и в рабочих задачах. А также мы проведем безумные эксперименты, превратим RTX 3080 в 2080 Ti и сравним их, а также поиздеваемся над системой охлаждения. Давайте посмотрим на эту карточку поближе, разберем ее и глянем, что у нее там внутри. Поехали. В коробке кроме карты и бумажек ничего не оказалось, даже моих любимых дисков с дровами нет. Длина видеокарты 30,5 см, толщина 5,5 см, на 1 см длиннее референса. Для сравнения, моя RTX 2070 от Gigabyte на 1 см короче, но при этом почти на 1 см толще. В общем, габариты у карты удивления не вызывают. 3080 в исполнении Asus TUF имеет толстенный радиатор, пронизанный шестью теплотрубками, который занимает почти три слота. По питанию все вполне стандартно. Требуется два 8-пиновых коннектора, никаких переходников, как в случае с рефом, нет. К слову, употребляет карта на пике внушительный 350 Вт. Рекомендуемый блок питания на 750 Вт. Карточка сделана полностью из алюминия, и кожух, и бэкплейт металлические. Вес карты 1,4 кг. Вашему PCI-Express слоту придется попотеть. Для подключения у нас есть 3 DisplayPort и 2 HDMI. Если снять кожух, видно, что сама плата короткая, так что один из трех 90-мм вентиляторов продувает радиатор насквозь. А вертушки включаются только когда карта нагревается свыше 56 градусов. Помните информацию о том, что чипы памяти у референса греются до сотни градусов? Так вот, у ASUS TAV на чипах памяти и VRM стоит второй полноценный радиатор с теплотрубкой. Сразу обрадую всех, кто боится за конденсаторы. Тут у нас 6 групп по 10 конденсаторов MLCC. Никаких пуска. Что касается фаз питания, то тут их целых 20 штук. На две больше, чем у Founders Edition. Ну и разумеется, площадки под чипами памяти сзади также прикрыты термопрокладками. Так что никакого перегрева GDDR6X чипов быть не должно. Перейдем к GPU-Z. У нас 10 гигабайт GDDR6X памяти. Видеочип получил минимальный разгон буст частоты до 1785 МГц, что на 4% больше, чем у референса. TDP поднят до 340 Вт, что на 20 Вт больше, чем у референса. Интересно, а что если заменить термопасту на зубную пасту? Это будет первый такой обзор RTX 3080 в интернете. Сделаем это, но для начала проведем тесты на заводской хладомазе. Поехали. Провести просто тест RTX 3080 в 3DMark Time Spy и сравнить ее с топами предыдущих поколений было бы скучно. Так что давайте проверим еще и эффективность новой архитектуры Ампер в сравнении с Тюринг. Как это можно сделать? Да очень просто. Возьмем и снизим тепловой пакет WMSI Автобернер с 340 до 260 Вт, которые являются стандартным значением для RTX 2080 Ti и чуть-чуть выше стандартных 250 для 1080 Ti. Результаты оказались интересными. Так, GTX 1080 Ti безнадежно отстала на 30% и более, а вот бодание 2080 Ti и 3080 выглядит интересно. Если не ограничивать TDP новинки, то она быстрее на 20%. Если привести их к общему знаменателю, то RTX 3080 обходит предыдущий топ NVIDIA на 7%. Не очень много, но все же очевидно, что 8 нм Ампер будет эффективней 12 нм Тюринг. Также, разумеется, интересно, как сильное снижение теплопакета повлияло на температуру новинки. Запускаем волосатый бублик. Он дает нереалистичную нагрузку на видеокарту, которую вы, скорее всего, не увидите в играх. Однако, это позволяет узнать, на что способна система охлаждения. И тут Asus постарались на славу. В моем не самом удачном корпусе, почему неудачном я рассказывал в видео о своем рабочем месте, температура устаканивается на уровне 71 градуса, при TDP 340 Вт. Если снять боковую крышку, температура и вовсе не поднимается выше 62 градусов. Отличный показатель. Снижение TDP до 260 Вт позволило отыграть немалые 8 градусов, потери около 15% производительности. Смысла в этом немного, карта и так холодная, но пользователям более дешевых и горячих версий это может быть полезно. Пришло время поиздеваться. Давайте усложним задачу, сделаем корпус максимально непродуваемым. Для этого заставим его внутри вот такими фигурками. И закроем сквозное отверстие на бэкплейте. В таком состоянии я мучил карту в фурмарк в течение двух часов. За это время температура карты не поднялась выше 72 градусов. Вертушки крутились на 2600 оборотах, что около 90% от максимума. А шум при этом был около 40 дБ, что позволяет играть даже без наушников. И нередко шум от кулера процессора бывает громче. В общем, даже если корпус вашего ПК – картонная коробка, RTX 3080 от Asus, вам это простит. Но перейдем к более реальным тестам. Тестовый стенд – восьмиядерный Core i7-9700K в легком разгоне до 4.8 ГГц и 32 ГБ ОЗУ DDR4 с частотой 3400 МГц. В Блендер с тестовой сценой рендеринга, не включающей поворотники BMV, свежий флагман Nvidia справился за полминуты, что вдвое быстрее, чем GTX 1080 Ti, рендеринг на который занял минуту и 4 секунды. Разница с RTX 2080 Ti уже меньше – порядка 30%. Однако это все еще очень неплохой прирост за поколение. Я не люблю тестить карты в Premiere, ибо там нет стопроцентной нагрузки на GPU, но вы просили. Если сравнивать с моей текущей RTX 2070, то она справилась с рендером 6-минутного 4К ролика за 5 минут 36 секунд. RTX 3080 справилась на 15% быстрее. У нее на это ушло 4 минуты 47 секунд. Nvidia называет ее лучшей карточкой для игр. Давайте посмотрим, на что она способна. Брать RTX 3080 для Full HD просто бессмысленно. Она выдает под 200 FPS, и нередко производительность будет упираться чисто в процессор. Поэтому мы провели тесты в 2 и 4К, а также сравнили RTX 3080 с 2080 Ti и 1080 Ti, чтобы показать наглядную разницу между игровыми флагманами трех поколений. Игрушки я взял не такие, как все остальные блогеры. Начнем с Total War Saga 3. Это пошаговая игра с огромным количеством юнитов, которая серьезно нагружает современные видеокарты. Собственно, именно это и произошло. Трехлетний флагман GTX 1080 Ti смогла лишь слегка отползти от психологической планки в 30 FPS в 4К, показав 36 кадров в секунду на максимальном пресете. Результат RTX 2080 Ti уже лучше. 44 FPS плюс 22%. Ну а RTX 3080 почти достигла психологической границы плавности. Можно наслаждаться игрой в 4К с 55 кадрами в секунду, что на 25% быстрее RTX 2080 Ti. А если снизить качество не особо нужного в таком разрешении сглаживания, можно преодолеть отметку в 60 FPS. Разумеется, в 2К проблем нет у всех трех видеокарт. Даже GTX 1080 Ti показала 54 FPS, а RTX 3080 больше 100. Продолжим наши тесты в Shadow of the Tomb Raider, заключительной части трилогии о Ларри Крофт. Игра очень хорошо оптимизирована и достаточно красива, поэтому даже GTX 1080 Ti в 4К с максимальными настройками графики смогла выдать вполне играбельные 44 FPS. Что касается RTX 2080 Ti, то она преодолела психологическую планку в 60 кадров в секунду, показав 64 FPS или плюс 45%. Ну а RTX 3080 смогла показать 74 кадра в секунду, оторвавшись от предыдущего флагмана на 15%. Что касается потребления памяти, то тут оно ожидаемо велико, больше 8 ГБ. Это уже заставляет задуматься, насколько хватит 10 ГБ видеобуфера у RTX 3080. И снова в 2К ситуация сильно лучше. Тут даже GTX 1080 Ti выдает абсолютно играбельные 73 FPS, а новинка отрывается от нее почти вдвое с результатом 136 кадров в секунду. Перейдем к пошаговым стратегиям, а именно шестой цивилизации. И в данном случае любители цивы могут быть спокойны, потому что даже трехлетняя GTX 1080 Ti выдает чуть больше 100 кадров в секунду на ультра настройках. И да, не пугайтесь странных миллисекунд в результатах бенчмарка, это среднее время кадра. Чтобы получить FPS, нужно поделить 1000 на это значение. При этом RTX 2080 Ti выдала уже 132 кадра в секунду, что на 24% больше. Это прям явный перебор для пошаговой игры. Ну а RTX 3080 и вовсе ушла в облака за 150 FPS. Далее на тесте у нас Borderlands 3, игра, которая даже на безбашенных настройках графики продолжает выглядеть мультяшно и уничтожает флагманы прошлых лет. Например, GTX 1080 Ti выдала всего лишь 32 кадра. Это сложно назвать играбельным для динамичного шутера. У RTX 2080 Ti результаты, конечно, лучше на 37%, она выдала 44 кадра в секунду, что в принципе позволяет нормально поиграть нетребовательным игрокам. А вот RTX 3080 не оставила старичкам ни единого шанса. Почти 90 FPS, более чем двухкратный прирост относительно предыдущего флагмана, что дает просто отличную играбельность в 4K. В 2K, как обычно, все хорошо. Даже старушка GTX 1080 Ti пыхтя отрисовывает 67 FPS. RTX 3080 снова уходит в отрыв, показывая 113 кадров в секунду. Так что владельцы быстрых мониторов будут довольны. Продолжаем наши тесты в Strange Brigade. Эта игра может похвастаться отличной графикой, возможностью крушить нежить вчетвером и использованием низкоуровневого API Vulkan. Посмотрим, как это отразится на RTX 3080. Как минимум GTX 1080 Ti он помог. При его использовании карта способна выдать комфортные 73 FPS против 68 в DirectX 12. У 2080 Ti результат аналогичен. Да, она быстрее топового GTX на треть, но все еще Vulkan оказывается предпочтительней. В нем FPS выше аж на 15 кадров. А вот у RTX 3080 ситуация прямо противоположная, потому что в DirectX 12 она выдает 136 FPS, а на Vulkan лишь 132. Да, разница невелика, около 10%, но все еще с ней стоит использовать API от Microsoft для получения максимальной отдачи. К видеопамяти игра достаточно требовательна. Игрушка просит в 4К почти 8 гигабайт. Еще один звоночек для тех, кто хочет поиграть на RTX 3080 в таком высоком разрешении. 10 гигабайт памяти в скором времени может не хватить. А вот и второе условие конкурса. Включите своего внутреннего Петросяна и напишите в комментах свое мнение о 3000 линейке RTX. Три самых остроумных комментатора получат периферию от Asus. Не забудьте добавить ссылки на ваш профиль в соцсетях или почту в описании аккаунта или в коммент. Едем дальше. Не забыли мы и про трассировку лучей. Ее работу проверим в метро Исход. И здесь Nvidia не обманула. Никакого критического падения производительности при ее активации вместе с умным сглаживанием DLSS нет. Так, на ультра настройках в 4К новинка выдает 64 FPS. Если включить RTX и DLSS, то частота кадров упадет на 12%. В 2К на RTX 3080 можно получить сотню FPS. С трассировкой и сглаживанием 19% меньше, 84 FPS. Теперь посмотрим на производительность новинки в новом красивейшем Microsoft Lite симулятор, в котором есть карта всей земли. Да-да, вы можете найти там свой дом. Ну, вернее, то, что Microsoft считает вашим домом. В 4К эта игра очень требовательна. Так, GTX 1080 Ti справляется с ней на грани, выдавая лишь 33 FPS. А вот на RTX 2080 Ti и тем более на RTX 3080 полетать можно с комфортом. Первая показывает 50 кадров в секунду, а вторая на треть быстрее, 67 FPS. При этом игра потребляет больше 9 ГБ видеопамяти. Возможности RTX 3080 здесь хватает впритык, так что для 4К действительно лучше подождать 20-гигабайтные версии. А вот в 2К все хорошо. Тут даже GTX 1080 Ti выдает комфортные 64 FPS, а 3080 в полтора раза больше, 96 FPS. Ну и под конец игрушка для тех, кто уже по три раза прошел все Dark Souls и хочет еще новых острых ощущений. Да-да, мы о Секира. Понаслаждаться нарезанием врагов можно и на GTX 1080 Ti. Даже в 4К она выдает неплохие 61 FPS в среднем. На RTX 2080 Ti результат на 30% выше, 81 кадр в секунду. Ну а RTX 3080 пробивает сотку. Про 2К или как некоторые в комментах напишут Quad HD, думаю вы все уже догадались. Тут даже GTX 1080 Ti выдает больше сотни, а RTX 3080 в полтора раза больше, 168 FPS. А вот теперь давайте проверим, как справиться с охлаждением видеокарты зубная паста Аквафреш. Поехали. Итак, вы видите абсолютно зеркальный чип GA102. С охлаждением нам поможет зубная паста Аквафреш с маркировкой «Сияющая белизна». При нанесении важно не переборщить, хорошенько размазать и удалить излишки. Мы же не хотим заморозить чип. Аккуратно устанавливаем радиатор, возвращаем на место крутиляторы. Все винтики я прикручивать не буду, ибо потом их заново откручивать, а я ленивый. Ставим карту в ПК, подключаем питалово и дисплей порты. Все готово, можно запускать. Крышку закрывать не буду, потому что, я думаю, это никак не помешает и не поможет. У нас и так будет сейчас жесть. Сейчас откроется портал в ад и полезут монстры. Я удивлюсь, если... Эта карта будет холодной, даже с зубной пастой на чипе. Итак, друзья, прошло почти 30 минут. Температура видеокарты 67 градусов. Максимальная нагрузка идет сейчас. Скорость вентиляторов. Я удивлен, но она даже не 100%. Скорость вентиляторов 85%. Я нисколько не рекомендую мазать зубную пасту вместо термопасты, но, как показывает практика, в данном случае с RTX 3080 ничего не происходит. Я не знаю, с чем это связано. С высоким качеством Аквафрэш или с хорошим чипом. Можете в комментах написать, почему так происходит. Скорее всего, в комментариях мне напишут, что я всех обманул и под крышкой была не зубная паста, хотя вот я ее, видите, убираю. Она даже присохла здесь. Смотрите, видите? Смотрите, видите, что происходит? Она засохла. Ну что, друзья, мы все увидели, что RTX 3080 действительно крутая видеокарта. Но, первое, она везде в дефиците. Второе, она все еще дорогая. Будем ждать RTX 3070, 3060, может быть, 3050. Я думаю, эти будут карточки очень интересны. Я напоминаю вам про наш конкурс. Здесь у нас мышка, клавиатура и гарнитура. Все вы уже знаете, поэтому пишите свои комментарии. Я с вами прощаюсь. На связи был МК. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Хорошо, это водка развивает.